Приветствую вас. В первую очередь, мне кажется, что это вопрос ваших личных границ, которые вы не можете проставить, которые вы не привыкли ставить. Это первое. Второе, это, как мне кажется, чувство вины и тревоги. Ну, может быть тревоги, может быть нет. Тут сложно что-то однозначно говорить. Вот. Но чувство вины есть. Это чувство вины перед дочерью. Вот. И, соответственно, это ей передаётся не вина, а реакция на это. Может быть перед мужем. Вот. Третье. Третье. Это некоторые ожидания. То есть, ну, как бы вы ждали, что свекровь вам и свекру вам позвонят, но насколько реалистичны были ваши ожидания. И самое главное, какие желания скрывались за вашими ожиданиями. Это очень важный момент, потому что тот путь, которым идёт вы предполагает постоянное разочарование. Вот. И непринятие людей такими, какие они есть. Следующее, четвёртое, это материнское отношение к мужу. Совершенно очевидно, что вы относитесь к нему по-матерински. То есть, вы его жалеете, вы как будто бы... Ну, примерно такой посыл. Ну, ему тяжело. Ну, вот он такой. Вот он зависимый. Ещё и пьёт. Вот. Вот он. Ну, вот он такой. Ну, вот я не знаю, правильно ли я поступаю. А, понимаете. То есть, тут уже идёт позиция такая, чтобы жалиться и вернуть его. Ну, понятно, что вы пока что этого не делаете, но... Как бы такие мысли возникает, как я возникает. Вот. То есть, это позиция материнская. Вот. И... Поскольку здесь вы выступаете матерью, поскольку здесь у вас есть ещё ребёнок, если вы тоже мать, то... Совершенно очевидно, что вы сталкиваетесь со свекровью своего мужа. Вот. Момент здесь заключается ещё в том, что свекровь вашего мужа... Наверное, в чём-то похожа на вас. Ну, потому что вас... вас обеих объединяет, собственно, муж. Вот. Ваш муж и её сын. Вот. А что-то общем я с вами есть. Ну, здесь совершенно очевидно. Вот. И... Как бы... Оттуда борьба и конкуренция. Вот. Пятое. Это... Конфликты с мужем, скандалы с мужем, в которых вы... В... В которые вы вносите свой вклад. Это очень важный момент. Что... Вы говорите. Ну, вот мы даже на расстоянии ругаемся. Нет, никаких мы. Есть вы, есть он. И вы... Вы... А... Со своей... Стороны... Вкладываете... Какой-то... Элемент в то, что бы произошло в скандалах. Вот. Так что... Ну, так что... Здесь нужно учиться выстраивать отношения... Не... Эээ... Скандали, не конфликтуя. Для чего, собственно, осваиваются неконфликтные модели поведения. Вот. А в этом контексте я рекомендовал бы вам изучить психологическую игру скандал. Она есть в интернете. Так и... Напишите в поисковике. Вот. Найдете. А... Значит... Там есть ряд сложностей, которые... Эээ... Обуславливают... Эээ... Наличием... Такой психологической игры. Вот. Эээ... Ну и... Последнее. Эээ... Шестое. Если мне память не изменяет. Эээ... Это то, что вы абсолютно не услышите себя. Вы абсолютно не услышите себя. Вы чувствуете, не доверяете себе. У нас очень много конфликтов, которые проектируются во внешний мир. Что, собственно, очень усложняет вам вашу жизнь. Поэтому... Крайне важно научиться слышать себя. Научиться адекватно это выражать. Эээ... Научиться не избегать каких-то сложных моментов. Быть честным с собой и с другими людьми. Тогда ситуация начнет... Эээ... Выправляться. Ну, к примеру. К примеру. Эээ... 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 Предположим... Что... Ваше отношение к микрозе сейчас... В контексте того, что не позвонила. В контексте того, что бросил ребенка. Эээ... Оно... Ээээ... Составляет сто процентов. Ээээ... Эээ... Свои желания удовлетворить. Самостоятельно. А не ждать. Эээ... Эээ... Пока вам позвонят. Эээ... 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 Эээ в этом контексте. Опять же. Эээ... Ээ... или там, какого-то страха, ревности, неуверенности в себе, остатки, скажем, 40-40 процентов и вам бы надо прислушиваться к себе, а вот этих 40 процентов достаточно, чтобы реально не отдавать дочь, бабочку, в которой, кстати говоря, я имею право ее видеть, какой бы она ни была, бабочкой, я имею ввиду, или нет? Но, я думаю, вы будете согласны с тем, что до этого нужно дойти, пока что вы до этого не доходите, до этого нужно только дойти, это не самый легкий путь, не самый быстрый путь, но снять его нужно уже сегодня, уже сейчас. Желаю вам всего самого доброго, надеюсь мой ответ вызовет у вас определенный отклик, который послужит началом работы над собой. Всего вам самого доброго и удачи!